всем привет сейчас мы ждем наталью смирнову привет привет как дела отлично все хорошо эти у нас какой веселый гость есть давайте сейчас буквально несколько минут подождем чтобы я наталью представил наташ чуть-чуть подними это вот чтобы тебе пол головы отрезала ничего страшного не не надо береги ты знаешь мозг это наше все да да это точно мне мой сын сейчас уже знаешь стал немножко понимать определенные вещи двадцатилетние раньше он эти вещи не понимал а сейчас он начинает понимать и он говорит папа говорит я теперь понимаю что тяжело живется давайте сделаем так я сейчас сначала уберу комменты сейчас мы пообщаемся нормально потом я включу комменты и вы сможете задавать вопросы там по поводу покупать недвижимость и все остальное давайте сначала я наталью представлю да на самом деле у нас очень титулованный гость но там это для вас она там госпожа смирнова я наташа знаю очень много лет на самом деле она очень титулованная у меня титул даже побольше чем у меня на тоже 15 лет в индустрии чуть чуть поменьше чем я однако у нее насколько она по моему больше 350 у тебя крупных клиентов да суммарно 450 миллионов долларов да но это все включая бизнес и недвижимость это не фондом рынок все это понятно что тотал это тотал из своих клиентов где-то под полмиллиарда долларов но это очень важно чтобы люди понимали объяснили почему всегда когда я представляю какого-то гостя ты знаешь я очень выборочно вообще с людьми общаюсь потому что такое количество мошенников и проходимцев сейчас, что с кем-то проведешь интервью, потом по-простому там не отмоешься никогда. Это точно. Наталья, действующая это такое слово, не знаю всегда, как его произносить, член Американской Ассоциации, по-моему, финансовых советников, да, Наташа? Да. Как это звучит правильно, скажи? Ну, Американская Ассоциация финансового планирования, если так, дословно. Так вот, Наталья, я же говорю, очень титулованный человек, 15 лет в индустрии, и сегодня у нас, по сути дела, пойдет речь именно о, будем говорить так, таких глубоких активах, потому что я больше трейдер, а Наталья больше инвестор и на очень долгий срок. Так вот, у нас как раз в прошлом году было выступление Натальи, кто у нас был на съезде трейдеров Куба Картель, она зажигалочка у нас, она там у нас зажгла. Я знаю, ты договорил даже, что тебе какие-то клиенты даже пришли. Да, 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 говорили. Я думал, я думал, у нас одни трейдеры, оказалось, что у нас, будем говорить так, скрытые... Инвесторы, да? Да, копейкины, скрытые инвесторы у нас тоже есть. Давай тогда сделаем как бы в виде диалога, в виде вопросов и ответов. И у нас дальше пошли вопросы. Здравствуйте, Александр Михайлович, Мария Иванова. Здравствуй, Мария Иванова. Давай, значит, с тобой тогда поговорим по поводу нескольких вещей. Мы отдельно поговорим о недвижимости, отдельно поговорим о твоем портфеле, отдельно поговорим о том, что ты думаешь, например, будет о будущем. Давай поговорим о текущей ситуации, что у тебя в портфеле. Я портфель свой сделала максимально ликвидным. Ну, то есть у меня там недвижимости нет вообще, от слова совсем, в смысле вот конкретных квартир или там, я не знаю, что еще обычно покупают офисы, там, складские помещения, гаражи. Понятно, коммерческая жила, я понял. Нету. Я это, я не провидица, я ничего не знала про ковид-19. Я просто поняла, что мне нужно выйти в абсолютно все ликвидное, потому что я поняла, что моей недвижимостью управляли недостаточно качественно. Мне управляющие не могли четко, членораздельно сказать, а на что уходил ремонт, а почему сдавалось этим, а не этим. И я понимаю, что контролировать это я не могу, обмануть меня весьма легко. Это нормально, так как на фондовом рынке управляющие никак не контролируется, и поэтому я просто начинаю терять деньги. Поэтому еще в 2019 году я все вывела полностью в ликвидные активы. У меня есть недвижимость, но она в виде фондов недвижимости на фондовом рынке. Когда ты говоришь, есть недвижимость, ты имеешь в виду портфели для твоих клиентов? Нет, свой, 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 мой личный портфель. У меня есть облигации, но не фонды облигации, а прямо напрямую облигации, потому что сейчас фонды облигаций типа ETF, LQD, он дает не очень высокую доходность, что нормально в нынешний период обнуления. Это нормальная тема. Нет, просто скажи, что такое очень высокая доходность. А то у нас очень многое высокая доходность, это люди думают, что это 50 годовых. Ай, сори, да? Я поняла. Ну, имеется в виду доходность, ну, выше трех годовых долларов. Это по облигациям, это, мне кажется, очень даже хорошо. Ну, я не имею в виду трэш. А какие облигации у тебя? У меня в портфеле облигации 25-й год погашения Delta, Ford. Вот у меня облигация, сейчас скажу кого, у меня облигация NEMAG, но она не долларовая, она евровая, с погашением в 2023 году. Сейчас я говорю, а авиалинии и Ford ты брала до пандемии или после? Во время. Я брала Delta, она, по-моему, размещалась в мае. Delta Airlines делала транш евробандов, 25-й год погашения, в мае 2020 года. Я ее тогда, ну, практически, я не на размещении. То есть ты сразу, когда они вышли, ты брала? Буквально там, ну, в течение недели. То есть ты брала adpar без дисконта? Я брала ее по 97 с половиной, потому что, когда она вышла, она сначала чуть-чуть просела, потом она опять отыгралась, и сейчас она больше 103. Дальше Ford. Ford я брала в период апреля 2020 года. Это когда уже у них начали постепенно восстанавливаться продажи в Китае, но еще были закрыты все продажи в Америке. И поэтому я их взяла по 97 с небольшим хвостиком, не помню сейчас, 97 или 3, 97,2, что-то такое. Сейчас они стоят какой-то космос, я их вообще не понимаю, 109, что ли, процентов от цены погашения. Это много, и, конечно, доходности, ту, которую я брала про 97, сейчас ее тупо нету. Вот у меня такой вопрос. Ты будешь, да, для наших зрителей, я знаю, что очень многие, как бы, не знакомы, что это такое, а в облигации есть так называемый пар. Пар – это цена облигации, когда она выходит. Это 100. То, что говорит Наталья, когда торгуется 97, значит, она набрала облигацию с дисконтом. Помимо того, что она получает купон постоянный, да, гарантированный. Например, если облигация сейчас стоит 109, она ее купила по 97, значит, посчитайте, она в плюсе получается 12, где-то порядка еще 10-11 процентов еще экстра. То есть, вот такой вопрос. Ты будешь держать до пар или ты попытаешься закрыться раньше для того, чтобы зафиксировать доходность? Я думаю, что я буду в 2021 году все-таки оттуда выходить. Почему? Потому что ФРС обозначали, ну, пока предварительно, что они планируют, точнее, не планируют, рассматривают повышение ставки с 2022 года. И если ставка будет повышаться, то облигации, они будут в цене немножечко снижаться. Даже если это 2025 год, что недолго, все равно там может быть некоторая коррекция. Поэтому я в следующем году буду выходить. Скорее всего, это будет, ну, где-то, наверное, да, где-то начало года. Но если вдруг так получится, что я по облигациям получу доходность в годовых, ну, вот, до конца этого года, больше, чем, ну, скажем... Десять. Десять. Больше, чем десять-двенадцать, я выйду, потому что это та доходность, которая... Я, да. Я жадюга. Я осторожный жадюга, потому что я хочу... Мне нравится, когда зарабатываю, но мне очень хочется сохранить, что я заработала. Да. Значит, такой вопрос. Если взять сейчас твой портфель в целом, да, мы уже поняли, что недвижимости в нем нет. Если взять, например, облигации, то есть у тебя есть облигации, у тебя, наверное, есть акции, естественно, и у тебя есть там какие-то, неважно, паевые фонды. Приблизительно в какой пропорции, то есть это пропорции, например, есть ли у тебя там драгметаллы, есть ли да, почему. То есть расскажи именно, из чего сейчас состоит твой портфель. То есть это как бы там в чистом виде там портфель Ray Dalio, или это что-то такое а-ля Наталья Смирнова? У меня, наверное, похоже на Ray Dalio, ну, близко. У меня в золоте, несмотря на то, что оно сейчас довольно быстро подросло, довольно сильно подросло, я скажу честно, поскольку, как было правильно замечено, я все-таки жадюга, я из золота вышла. У меня в золоте было 15% моего портфеля, половину я недавно совсем продала, потому что когда я понимаю, что я не понимаю, почему так дорого, я предпочитаю, что мне надо выйти. Я благополучно оттуда вышла, наполовину. То есть у меня сейчас в золоте где-то, ну, около 8-9% всего моего портфеля, вообще, не больше. Это первое. Второе. В облигациях. Облигации у меня максимум рейтинга двойной B+, то есть ниже этого я не опускаюсь. И у меня в облигациях процентов 40-45. Скажите, а когда ты покупала дельту, какой там рейтинг был у них? Дельты тройной B-. Тройной B-. Значит, по поводу форда там двойной B+. То есть это лимит, который я себе поставила, и ниже я стараюсь не заходить, потому что там уже, ну, это совсем такие рискованные бумаги, хотя может, конечно, опускаться до тройной B+, если очень хочется, но мне страшно туда идти, я лучше на акциях заработаю. В акциях у меня... Нефть есть? Нефть у меня в виде акций. В виде акций. Ты имеешь в виду нефтедобывающих. Да, да, да. У меня есть, значит, Chevron, у меня есть ExxonMobil. Они у меня куплены чисто как дивидендные аристократы надолго, и все. Ну, и потенциально, естественно, я надеюсь, что они еще будут отрастать до каких-то разумных величин. У меня есть из акций, значит, соответственно, 40-45 у меня в облигациях, около 10 в золоте, остальное акции. Акции поделены на две части, равные. Одна часть – это дивидендные аристократы. Я их купила, я их держу ради дивидендов, и я не собираюсь на них особенно торговать. Там у меня AT&T... Макдональд, AT&T. AT&T, да, да, AT&T – это у меня такая любимая компания, я их очень люблю, и мне нравится всем. И тем, что это такая нециклическая отрасль, или тем, что там хорошие стабильные дивиденды исторически. И высокие дивиденды. Очень классные, мне прям нравится. Кто не знает, AT&T один символ – это буква «Т», и акция платит почти 7% дивидендов. Ну, что может быть лучше, правда. Это гиганты американские, и я считаю, что это такой must-have портфеля очевидный. А вот половинка у меня периодически что? У меня периодически входит и выходит Boeing, у меня периодически входит и выходит SPY, традиционный биржевой фонд на индекс S&P 500. Давай по Boeing поговорим. На каком основании вообще я тебе скажу честно, что я не знаю, я катастрофически против Boeing. И я расскажу, давай сначала выслушай твою точку зрения, как приглашенного, а потом я расскажу свою точку зрения. Почему ты периодически берешь и периодически выкидываешь Boeing из своего портфеля? Ну, пока я там вижу волатильность, я его держу просто потому, чтобы буквально на пару деньков, на недельку максимум туда заходить. И, в общем-то... Подожди, подожди, ты что-то не договариваешь. Это абсолютно на тебя не похоже на паре деньков. Это точно там нам 100% подвинили Наталью Смирнову. У Натальи что-то пропало. Нет, у меня есть ситуация, что небольшая часть портфеля у меня может все-таки находиться в таком трейдинге. Ну, то есть, условно, купил, продал, купил, продал. Так же, как Сибони Голд, например, золотая компания. То есть, это так же, как Тесла. Это компании, по которым я вижу, что очень сильно меняется цена. Мне интересно попробовать поймать. И это скорее, я даже не знаю, это скорее спекуляция ради заработать денег или это спекуляция, ну, фу-фан, потому что казино в России запрещены. Ну, наверное, быть правой, да? Скорее, да. Тогда следующий вопрос. Представь себе, там есть какие-то обстоятельства, которые помогли или заставили тебя купить Боинг. Используясь ли ты стопы, если да, то какие, если нет, то как ты выходишь, если что-то пошло против тебя? Я стараюсь ставить стоп на уровне минус 5%, чтобы у меня дальше это все дело не ушло. Потому что все бывает. Я стараюсь следить за новостями, но мало ли выйдет какая-то очень неприятная новость. Я в это время буду где-то, не знаю где. Я ее не отслежу, и у меня Боинг улетит там вдаль-дальнее. И я не хочу потом эту бумагу сидеть, ждать, пока она отрастет. Не хочу, абсолютно. Тэк-профиты у меня я выставляю тоже на уровне. Я понял, что, например, если ты берешь какую-то акцию, то она по-простому, ну, абсолютно имеет очень маленькую дольку в твоем портфеле. То есть, если это, будем говорить так, спекуляция такая, как там в виде Боинга, неважно, или какой-то другой акции, то она какой-то там очень маленький абсолютно нулевый процент имеет относительно портфеля, да? Ну, мизерный там, ну, один, ну, полтора от всего портфеля. И даже полтора не на скребу, нет? Полтора, полтора, это не так мало. Это один где-то, дай бог. Это максимум, который я в Боинг набирала. Я не удержалась, я взяла Боинг. Помню эту дату, 18 марта. Я сидела... Ну, около 90. 92-93, вот она там где-то торговалась. Я не удержалась. Я сидела, я как раз принимала экзамены у группы, которые я там вела. И я зависла в мониторе и понимая, что Боинг стоит 90 с копеек. Надо брать. Мне было наплевать на то, что мне рассказывают. Сейчас вот не об этом, мне надо взять. И я взяла пожадности много. Период у меня где-то 1% от портфеля в Боинг ушел. К сожалению, это у меня вот косяк моего риск-менеджмента. Я не удержалась. Но в остальном в Боинге у меня обычно мало денег. Хотя это системно значимая компания. Там настолько все непоразначено, настолько все непонятно, настолько там всего много наслоилось. Я тут с тобой абсолютно согласен. Я тоже Боинг не понимаю. Во-первых, сейчас и слоу-даун с авиалиниями и со всем остальным. Это меня на самом деле очень сильно оттугивает от Боинга. Я, кстати, был в шортах. Да, я про канале как раз говорил шортить Боинг. И следующий вопрос к тебе. Представь себе, что у тебя сейчас ничего нету, кроме кеша. Так. Как бы ты строила свой портфель? Из чего бы он состоял? Какие были бы ингредиенты? И почему? А кеш в какой валюте? Ну, давай скажем, в какой валюте ты хочешь? Ну, 100% я уверен, что не в рублях. Не хочу в рублях. В рублевой зоне и покупать-то нечего, по сути дела. Сейчас я вот смотрю за рынком каждый день. Я ничего бы не купил. Ну, ничего такого нет, чтобы я бы действительно купил. Ну, представь себе, что у тебя доллары и евро. Это, ну, стандартная валюта. А какая у тебя еще евро есть? Юанни? Не, у меня евро и доллары и все. Евро и доллары. Вот представь себе, что у тебя есть евро и доллары. Вот ты сейчас полностью в кеше. Как бы ты заходила, как бы ты ранжировала портфель, что бы ты в него брала? Потому что сейчас есть очень много людей, которые, например, там послушают тебя и меня и будут делать какие-то выводы. Мы сегодня должны с тобой людям посоветовать, например, потому что у нас даже там в Герчикенко есть 272 топовые бумаги. Потом мы отдельно по бумагам поговорим. Мне интересно будет твое мнение. Ну, по нашим там стандартным мастодотам, да. Просто твое мнение будет интересно. Сейчас я себе просто запишу. Сейчас. Так, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть. То есть, вот представь себе, у тебя сейчас кеш. Весь кеш. Евро, доллар. Пополаме. Что ты будешь брать? И почему? Ну, наверное, я возьму наполовину точно совершенно облигаций коротких, 23-25 год погашения. В акции полностью я, наверное, не зайду. Просто по такой простой причине, что слишком много неопределенных факторов до конца года. Это выборы в США, хотя недавно статья Forbes показала, что именно демократы лидируют, это Клинтон и Обама лидируют в плане роста S&P 500 за период своего правления. Но проблема в том, что у Клинтона это был 93-го, по-моему, 2001-й год, и это период Алана Гриспина низких ставок, а Обама вот там был 2009-й год, это вот такой рост после Обала. Поэтому это чисто повезло. Он же в Обале тоже участвовал. Поэтому это очень сложно сказать. Поэтому я... Половина облигаций. Какие облигации? Денег вот. Говорим про это. Сколько примерно у меня в деньгах? Блядь, ты жадная. Ну, представь себе, что у тебя, я не знаю, 100 миллионов долларов. А, ну тогда ладно, тогда хорошо. Тогда я не буду брать ETF и облигации. Так я бы сказала, что если у меня там тысяч 10 долларов, ну я бы, конечно... А, хорошо, ладно. Давай тогда я понял. Я понял, что мы не о тебе. Давай берем, давай возьмем... Я понял. Хорошо. Давай тогда не тебя возьмем, давай возьмем там среднестатистического человека там от 10 до 100 тысяч. То есть, что бы ты брала на портфель в 10 тысяч долларов и что бы ты брала на портфель в 100 тысяч долларов? В 10 тысяч долларов я бы в отдельные облигации не заходила, потому что там минимальный вход 2, а иногда и 100, а то иногда и 200 тысяч долларов, и туда не войти с таким портфелем. И поэтому я бы брала туда, ну, банальный ETF на облигации инвестрейтинга, это LQD, и в нем пересидеть до где-то до конца года точно, и брала бы, наверное... LQD. LQD, да. Ну, LQD. Три буквы. Да. LQD. Это, да, это ETF облигации. Давай дальше. И я бы брала, наверное, только дивидендные аристократы, ну, типа вот моих любимчиков. То есть это Coca-Cola, McDonald's, NT&T и прочее. Они все не настолько, да, они не настолько, ну, сильно отросли до уровней до ковида. Они практически не отросли. Они практически, NT&T вообще не выросли. Вот. А дивиденды там есть. То есть на долгосрок, я полагаю, что это интересно. Это лучше, чем сейчас на все деньги заходить в облигации. с провалами по S&P или NASDAQ, я могла из облигации туда зайти. Вот такая была бы логика. Понял. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Вот давай скажем элементарно. То есть ты суперконсервативно играешь. Суперконсервативно. То есть то, что ты сказал, это, по сути дела, там, на район 5% годовых, учитывая, там, может, чуть-чуть побольше, учитывая то, что там по S&P, как ты правильно сказал, может быть откат. А S&P сейчас очень резко ведет. Волатильность, конечно, запредельная. Запредельная. Вот твое отношение, давай начнем, к Амазону. Надолго или в короткую? Вообще просто твое отношение к Амазону. Мое отношение к Амазону положительное, потому что, ну, многие говорят, вот, это как в начале нулевых кризис доткомов, это все обвалится. Но я предлагаю не сравнивать эти две вещи, это разные вещи. Никакого отношения к доткому вообще Амазон. О чем и речь. Просто Амазон – это бизнес соответствующего нового цикла нашей цивилизации, новый цикл развития экономики. Это онлайн-торговля. И поэтому, когда мы говорим про Амазон, я считаю, что это нормальная компания системной значимости, которая долгие годы будут с нами, которая будет дальше развиваться, наращивать свои технологии, изобретать что-то новое. Поэтому она мне нравится в портфеле надолго, то есть на годы. Но над десятилетия не знают, потому что надо смотреть за технологическим прогрессом. Но нынешняя компания Амазона, она абсолютно в тренде нашего уровня развития технологий. Не нашего российского, а мирового. Это разные вещи. Согласен на 100%. Следующее. Ты знаешь, сегодня Тесла анонсировала сплит. Да. Теперь 5 к 1. Твое мнение по Тесле? Для меня Тесла – это пока скорее не про бизнес, а про американскую мечту. И в этом смысле для меня Тесла – это скорее для спекуляций. Пока бизнес не может существовать автономно, без грантов и без всего прочего, я туда надолго вложиться не смогу. Но поскольку они довольно сильно волатильны, поиграть в них можно. Поэтому вдолгу я туда не войду. Не готова, правда. Абсолютно тебя поддерживаю. Скажу как бы даже больше, что это не просто, ты правильно слово сказал, это чисто американская мечта, потому что Илон Маск – это икона. И я вот буквально… У меня сын очень хочет Теслу. И я буквально на прошлой неделе пошел смотреть. Я просто заглянул, такое ощущение, что не хочу никого обидеть, у кого есть Тесла. То, что стоит просто коробка, внутри четыре сидения, руль и посреди вот такой гигантский экран и все. То есть вообще в машине ничего нет. Ну, то есть такое ощущение. И народу очень нравится. То есть там ты берешь, будем говорить, так сейчас вот эта новая Тесла Y вышла, да. Стоит она 50 тысяч долларов. Она там самая безопасная, там 360 градусов по кругу. Но я просто сел в машину, такое ощущение, что я в какой-то компьютерной игре. Я тут абсолютно с тобой согласен. Потому что компания, которая по-простому вообще не имеет квартальных отчетов и планирует, планирует быть прибыльной и стоит каких-то вообще невменяемых мультипликаторов, Амазон я понимаю. Я с тобой абсолютно согласен. Это покупка чисто американской мечты. Все хотят купить Теслу и все. Я еще раз, я небольшой фанат вообще электрических машин. Пока я даже не влез, даже скажу тебе больше, посмеемся. Я стою с продавцом, разговариваю и я говорю, ты знаешь, говоришь, что я тебе там свыше 60 миль в час на своей машине, я тебя обгоню. И человек начинает со мной спорить. Но я ему говорю, элементарно, ты просто элементарной физики не знаешь, потому что электрический двигатель выше определенных оборотов не может с такой же скоростью. По-престому, если человек физику знает. Он начал спорить, я говорю, давай с тобой зайдем в интернет, и мы с тобой просто элементарно посмотрим, какая машина после скорости быстрее. То есть я понял эту вещь, что это просто группа фанатиков. Это реально просто вот такие фанатические. Я сам обожаю Илона Маска. Это человек, который идет против толпы. Я очень люблю таких людей. Давай следующее. Фейсбук, Гугл. Вот это сложно. Если Гугл, ну там, Alphabet, мне нравится в плане того, что это скорее как такой, ну не знаю, marketplace, можно сказать, потому что это такой комплекс технологических решений, то Фейсбук у меня пока вызывает вопросы, потому что, во-первых, уже неоднократно возникали к ним вопросы про персональные данные, это первое. Второе, то, что происходит сейчас в Фейсбуке, народ мигрирует в Инстаграм, хотя это Инстаграм тоже их же, но при этом я полагаю, что Инстаграм превращается во многом уже в такую витрину продаж, и не факт, что это будет достаточно долго. Возможно, что на смену вот этим соушал-медиа придет что-то другое. Я не вижу это на долгосрок. Вот для меня пока здесь вопросы с этим связаны. Google, верю, там не только и не столько про рекламу, там про такой системный подход и про интеграцию с сегодняшним бизнесом, а Фейсбук и Инстаграм и все, что с этим связано, здесь пока для меня вопросы. Я понимаю, что они будут развивать, возможно, там, систему платежей и прочее разное, но Google в ту степь уйдет быстрее и интегрируется с бизнесом быстрее, поэтому Google на долгосрок мне нравится, а Фейсбук у меня пока вызывает вопросы. Для меня Фейсбук долгу я пока не вижу, честно. Вот пока как-то нет. Мне те и другие нравятся, и Фейсбук очень нравится. Хоть я терпеть не могу социальные сети вообще, ты знаешь, это для меня, я терпеть не могу соцсети. Я вижу, вижу. Мне просто сказали, что надо, я очень не люблю, я иногда сейчас смотрю, ты знаешь, какое количество олигархов там завели, вот тот же Рыбаков завел себе просто, это вообще, я сам как бы смотрю иногда, просто по три, по четыре истории в день. Это человек, представляешь, который там построил мультимиллиардный бизнес, да, человек, который там Формси, насколько я помню, там 84-й, там или 83-й, или 85-й. Сотку точно входит, да. Да, он в сотку входит, как бы человек очень богатый, но вот ему нравится он просто вот это последнее время там и с детьми там, и все, там я в туалет сходил, я это, и там ветер подул. Я понимаю, что людям как бы это очень нравится. Я не большой любитель соцсетей, да, я почему-то всегда считал соцсети там зло, да, и мне очень часто даже говорят, вот вы же понимаете, Александр Михайлович, как бы надо там ввести соцсети, потому что, ну, это бизнес, все, что я понимаю, но я не могу 20 раз в день, например, выходить там на Фейсбук, просляться или там Инстаграм и рассказывать. Я очень хорошо отношусь к Фейсбуку по одной причине. Я очень люблю компании, которые имеют огромное количество кеша. И все, что я смотрю, что в последнее время происходит вот с такими компаниями, они по-прочтому просто покупают все новшества, которые есть. То есть я смотрю просто мультипликаторы, которые дают, да, ТикТок. 50 миллиардов долларов был оценен ТикТок. 50 миллиардов. То есть дай бог может быть, чтобы эта компания принесла 100 миллионов долларов в ревеню. 50 миллиардов долларов. 500 раз. Компания оценена 500 раз. Гросса. Гросса даже не на это. Вот твое просто мнение элементарное перед тем, как мы перейдем в следующей компании. Я Фейсбук люблю, считаю, что Фейсбук компания на будущее, потому что кеша просто огромное количество и Цукерберг очень хорошо ее ведет. Единственное, что, конечно, государство иногда начинает прессовать, да, но это мне тоже нравится. Пока отбрахивается, да. Полудемократическое государство, якобы, да. Фейсбук мне нравится. Твое личное мнение по поводу вот компании, которые имеют огромное количество кеша. Кто тебе нравится? Из свободного. Какого именно кеша? Потому что, условно говоря, сейчас... Ликвид кеш, который вся компания там не имеет долгов, просто имеет ликвид кеш. Нет-нет кеш. Чистый кеш. Чистый кеш. Ну, почти все, что связано с IT. Облачной технологией. Да. Все, что связано с IT. При свободном кеше мне нравится априори, потому что им положено и нужно иметь много кеша, потому что это гарантия того, что они не остановятся в своих разработках. Им есть на что их планировать, потому что разработки... Ну, конечно, они планируются, это понятно, но они могут возникнуть внезапно. Если есть свободный кеш, для меня это гарантия устойчивых разработок на будущее. Для IT-сферы свободный кеш, ну, это must-have. Поэтому я IT-шную компанию, IT и все, что с этим связано без свободного кеша, я даже рассматривать не буду. Нет. А что по поводу TikTok? В плане... Я вообще... Да, мне там сын что-то начал про TikTok, и у меня у друзей есть дети. Я иногда, значит, смотрю, эти дети вот это сидят прямо пить телевизором, вот так. Да, 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 да. Я сначала не знал, знаешь, я же такой, в принципе, динозавр, будем говорить так. И, ну, сын у меня этим не увлекается, слава богу, там его это миновало. Но я смотрю, вот, например, там, у моих друзей дочка, да, я там 6 лет, она в TikTok, вот так просто. Я говорю, там, что это такое? И все, там, какие-то девочки, что-то делать. Вот твое мнение по поводу TikTok, то есть, компания, которая за столь короткий промежуток времени, по сути дела, да, по сути дела, тот же самый Instagram, просто, ну, немножко другая ситуация. Я даже больше скажу, я видел несколько ребят, моих знакомых, да, есть вот такой, там, маркетолог, там, Олезь Тимофеев. Вот он сделал какое-то там коротенькое видео, там, буквально 30 секунд. Миллион двести тысяч просмотров. Миллион двести тысяч просмотров. Ну, реально, там, бурда какая-то, вот в прямом смысле слова. Вот твое мнение про TikTok. Был и есть до сих пор такая компания, как Snapchat, и многие спрашивали, а вот, что я думаю, Instagram же есть. И я говорил, что вот здесь мне не очень понятна, там, полноценная концепция с TikTok. Это, по сути, как YouTube, но это некий микс YouTube и Instagram вот с точки зрения того, что это. Такая клиповость, это короткие видео, это достаточно такое интересное. Я думаю, что это, ну, либо ответвление, либо новое, скажем, перерождение YouTube. И, ну, хотя бы на год мне TikTok интересен. Это же все, что нацелен на подростков и молодежь. Это же очень перспективное направление. Ну, кстати, TikTok просто повезло во время ковида. Они стали суперпопулярны во время ковида. Потому что люди просто... А чем еще заняться? Да, кто-то, я смотрю, там, семейные ролики, там, муж с женой готовят, там, еще что-то, головы моют друг другу. Я это просто даю им кредит за то, что людям просто нечего делать. Люди, будем говорить, так просто сидят дома, им нечего делать. Но вот сейчас, видишь, у нас какая борьба пошла. Все в мире начали говорить о том, что американцы пытаются отжать TikTok, да? На самом деле это так и выглядит. Это действительно выглядит так, что американцы хотят отжать TikTok. Следующее у меня вот такой вот каверзный, ну, это тоже каверзный вопрос. Алибаба. Два вопроса. Алибаба и как ты относишься к китайским компаниям? К китайским компаниям я отношусь... Вот китайские, которые совсем китайские, которые, скажем так... Ну, давай скажем, не просто китайские, китайские. Да, если кто-то не понимает, что Наталья имеет в виду, есть китайские компании, которые там только на китайском рынке, о которых мы мало что знаем, которые даже иногда многие из них торгуются на американском рынке, да, в виде там АДР, депозитарных расписок. И есть китайские компании, как Алибаба или Байду. Давай поговорим о мастодонтах. Вот Байду, Алибаба. Ну, сразу, китайские, китайские нет, потому что они в плане раскрытия информации, это может быть фейк-фейком, и проверить я это никак не могу. Поэтому китайская, китайская я отметаю. Этого у меня нет, и я не уверен, что это будет. В IPO в китайских, китайских я не участвую, по той же самой причине. Я не могу это проверить. И у них нет такого подхода к инверстору, как в Америке, когда есть заинтересованность в том, чтобы после IPO как-то компания жила. Поэтому китайские, китайские нет. В плане китайских международных... Да, Алибаба и Байду. В принципе, я бы сказала так, в своем портфеле я такое, наверное, пока не буду держать. Почему? Меня очень сильно смущает, первое, то, что происходит в китайской экономике, хотя она в принципе... Ну, понятно, что это вторая в мире, понятно, что она развивающаяся, но мне непонятно взаимодействовать в США. Третья. После Евросоюза. Ну, я Евросоюз, и все-таки это же не единая страна. Ну, ты знаешь, что, сейчас, когда ты закончишь, я просто тебе скажу, я сейчас недавно, как бы, у меня такая точка зрения возникла, я тебе расскажу, а ты мне скажешь, согласна ты или нет. Да, давай. Вот, поэтому по Китаю, по этим компаниям, пока есть подвешенное состояние с Америкой, и пока, скажем так, мне не до конца понятно, насколько китайская экономика стабилизировалась в принципе, я китай, даже международный, наверное, в свой портфель не включу. Мне достаточно Амазона с этой точки зрения, и мне достаточно будет компаний типа там Фейсбука, того же самого, пускай на несколько... я не вижу его на десятилетие, но на несколько лет я его вижу. Google, ну, Alphabet. Здесь я вижу, здесь все понятно и прозрачно. В международной китайской все-таки для меня есть риски, чисто потенциально возвращение торговых войн и проблем на международной арене. Боюсь я китай. Я тоже думаю, что проблем у них будут, да, Трамп их будет давить, особенно сейчас. Я думаю, когда надо будет перед выборами, надо будет сыграть, я думаю, в политическую игру, сказать, что все это китайцы во всем виноваты, что нам-то подсыпали этот порошок, сейчас новые мансы стали ходить, что это все вот эта порошковая болезнь, что там где надо, там подкидывают порошок. У меня вот такой вопрос, смотри, и перейдем к одной из моих самых любимых акций потом. Значит, смотри, вот мое личное мнение, что происходит сейчас в мире. У нас есть три топовые экономики. Это Соединенные Штаты номер один, а второе это Евросоюз. То есть у нас Америка 21 триллион ВВП, 19 триллионов это Евросоюз, и Китай где-то там 15-16 триллионов, но у Китая самый большой гроус, да, они растут там 6,5-7,5 процентов. Ну и дальше там уже нижние экономики, там Япония там 6 триллионов и туда дальше вниз ушли. Я стал замечать одну очень интересную вещь, на самом деле, как бы Трамп, он же там с точки зрения бизнесмена, и что делают бизнесмены в первую очередь? Они всегда убирают самых больших конкурентов, и маленьких они не трогают, пока маленькие не вырастают. И вот я стал смотреть, по сути дела, как ведет себя Трамп, мне просто интересно твое мнение. И Трамп стал по-простому убирать очень крупных конкурентов. То есть я считаю, что Трамп поспособствовал, будем говорить так, началу развала Евросоюза, в плане того, что Англию стали убирать, да, по-простому, что Англия вышла там с помощью Брексита. По одной простой причине Англия это одна из самых крупных экономик Евросоюза. Почему? Потому что Америка боится, будем говорить так, потерять статус страны номер один. И ближайшие две страны, которые по сути дела есть по статусу, по ВВП, это Евросоюз и Китай. Так вот, когда Англия хотела выходить, то Трамп сказал, что он компенсирует вот эту разницу, которую, будем говорить так, Англия потеряет там на Брексите. Вот твое мнение. Это просто мое личное мнение, да. И мне вот просто интересно, как вы думаете, зерно есть в этом или нет? Или я сам себе напридумывал? Судя по тому, что я смотрела на бюджет США, там довольно серьезную статью расходов, это статья на оборону. И я тоже замечала, как только евро появился как валюта, сразу же началась история с Югославией, куда вмешалась почти вся Европа, и евро начал колебаться. А США здесь в этом разжигании конфликта поспособствовали. Дальше история с Сирией и прочее. Почему-то сначала Германия выступала категорически против всех этих беженцев, потом сломалась. После того, как Ангела Меркель встречалась с Трампом. И опять началась эта история с беженцами, которые негативно сказались на Евросоюзе. Очевидно. Потом началась эта торговая война с Китаем. Поэтому да, как только приближается какой-то конкурент к Америке, начинается либо политический конфликт стимулироваться, либо экономические какие-то действия для того, чтобы расшатать. Я это вижу еще с конца 90-х, вот с той самой Югославии. Я согласна полностью. Увы. Ну да, это бизнес. Еще лишнего. Одна из моих самых любимых компаний, а потом будет там центральный вопрос, и мы тебя отпустим. Значит, Apple. Вот этот сложный вопрос, честно скажу, для меня. Это, наверное, сложный вопрос из-за последних новостей, которые были, да? Да. Это для меня сложный вопрос, честно скажу. Есть у тебя Apple? У меня, я Apple, я из него вышла в пятницу, когда она за один день сделала плюс 10. Я поняла, что я тоже себе не могу объяснить, почему эта бумага так быстро растет и так дорого стоит. Я понимаю, что, ну, со смертью 10-го жопа бизнес не умер, это понятно, и слава богу. Но мне интересно, как дальше будет вести себя эта компания, сможет ли она оставаться лидером. Ну, например, будет ли у нее что-нибудь типа того, что произошло с компанией Intel, которая в, по-моему, июне, кажется, она отложила или в июле отложила создание нового чипа на год или несколько назад, ну, то есть перенесла. И в последние годы у нее потеря доли рынка на фоне надвигающейся AMD сильно сокращается. То же самое в отношении Apple. Есть Samsung, есть другие ближние конкуренты. И, честно говоря, я сама как тот... Да, ивань, да, ивань, 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 ивань. Абсолютно. Шикарный, то есть там вообще CEO компании просто вообще супер-супер-гуд. Ну, ну, и по поводу Apple они дорогие, и я сейчас пытаюсь понять, насколько они действительно будут сохранять в долгосроке свою технологичность, чтобы оправдать свою стоимость на фоне своих ближайших конкурентов. И я не уверена, что это, в общем-то, будет настолько долго продолжаться. Я не знаю, я думаю, что год-два у компании потенциал в плане роста и всего еще есть, но я каждый условно квартал смотрю на их отчетность и пытаюсь понять, все-таки есть еще потенциал на развитие или нет, или когда-то произойдет история, что, ну, увы, ребят, теперь не получается, теперь есть уже другие лидеры, все ушло немножечко в иную плоскость, и теперь они уже не номер один и не стоят так дорого. Я в моменте Apple тоже мне не покупал. Тогда последний вопрос перед тем, как я тебя отпущу, и знаешь, что ты занят. Вот представь себе, про трейдинг люди знают, да, открываешь трейдинг аккаунтов. Что бы ты посоветовала первые шаги, первые шаги начинающим в инвестициях? Именно вот человек просто, вот есть энная сумма денег, человек хочет там вот инвестировать, но не все трейдеры там, как я. Есть многие люди, которые хотят быть, как Наталья Смирнова, да. Вот, например, с чего бы ты посоветовала начинать нашим зрителям сегодняшним, те, которые хотят, будем говорить так, построить себе какой-то портфель на будущее. С чего начинать? Ты знаешь, я бы начала с головы, то есть с целей, к чему хочется прийти, потому что начинать, ой, надо купить там, сейчас это не рекомендация, это пример там, AT&T, ой, что они там говорили, надо дельту или там кого-то еще надо брать, еще надо этих взять, этих, этих, этих и набрать всего понемногу. Это не то, надо начать с понимания, какую сумму хочется иметь на выходе, какая комфортная волатильность портфеля, ну то есть сколько есть готовность потерять, какую доходность хотелось бы видеть, сколько есть готовность пополнять и потом дальше создавать портфель. Если человек совсем новичок, ни разу не торговал, на все деньги торговать не надо, потому что есть риски, что это будет сразу, не может не получаться, не у всех есть такая возможность. И поэтому, помимо того, что нужно подписаться на твои соцсети, которые ты так не любишь, но тем не менее. Не, ну почему, у меня у тебя же тоже есть соцсети, и ютуб канал есть, и люди могут посмотреть твои видео, я же все знаю. Ну вот, помимо того, чтобы про всех действительно все прочитать, я бы, наверное, половину денег максимуму сначала, максимуму отправляла на трейдинг. И понимать, не надо пытаться половину всех денег вложиться там условно в Boeing, в Tesla или в кого-нибудь, кто сейчас сильно просел для того, чтобы потом на этом деле отыграть. Поэтому сроки, суммы, готовность к риску и диверсификация, и трейдинг начинать не на все деньги. И обязательно учиться для того, чтобы быть в тренде, в понимании, следить за новостями и для того, чтобы иметь четкую, внятную стратегию и ей следовать. Потому что если не быть в курсе событий, не обмениваться мнением, не слушать других трейдеров, то я даже не знаю, к чему это может привести честно. – Натус, тебе огромное спасибо. Хочу сказать одну вещь. Именно очень многие могут сказать «Абгерчик трейдер». Скажу одну вещь, что я абсолютно следую тому, что Наталья сказала, в каком плане. То есть я по-простому пришел к этому, я начал торговать 22 года назад, что рано или поздно, когда у вас будут свободные деньги, вы обязательно все равно захотите эти деньги инвестировать. Вы не сможете торговать, вы не сможете торговать все подряд, например, Наталья тоже сказала, какие-то спекулятивные моменты у вас будут. Но если вы хотите действительно быть крутыми, то часть денег обязательно куда-то инвестируйте в долгосрок. Тогда вы не будете переживать сильно за вот такие вот катаклизмы, да, очень сильные. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на канал Натальи. У Натальи есть очень много видео. Если вам действительно все понравилось, поставьте плюсики, запись эфира сохранится. Мы обязательно сделаем с Натальей еще эфир по конкретным примерам, да. У Наташи очень много есть чему поучиться. Соберем ваши вопросы, если вам понравилось. Мы соберем все ваши вопросы и ответим на все вопросы. Наташка, тебе огромное спасибо, что ты потратил свое персональное время. С нами была Наталья Смирнова, Александр Герчик. Пишите нам, мы будем отвечать на ваши вопросы. Тебе, Наташа, удачи с твоим портфелем. И я хочу, чтобы он для тебя рос очень быстро, но очень аккуратно. Спасибо, буду стараться. Тебе удачи. Спасибо за приглашение. têm since Sehrra. Пока. Пока. Пока, пока. Пока, пока. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok